Девушки отдыхают Все места, которые я буду посещать, находятся в рамках одной станции метро Поэтому никаких свидетельственных пешеходных маршрутов и свидетельственных переездов не предвидится Сейчас я отправлюсь на первую остановку Это договый центр «Лиминал-21» Пойдемте посмотрим, почему я выбрал именно его Этот торговый центр интересен не только шоппингом, который тут тоже есть, но и неповторимым стилем Дело в том, что каждый этаж тут стилизирован под один из популярных и узнаваемых мегаполисов А все переходы напоминают о передвижении в здании аэропорта Уровень так называемого «Гранд Флор» выполнен в стиле Древнего Рима Тут вы встретите древнеримские колонны, таблички с надписями на итальянском, античные статуи и другие элементы декора Купить здесь можно одежду популярных мировых брендов, вроде «Манго», «Гес» или «Квиксильвер» Отдельно хочется отметить местные туалеты, которые тоже стилизированы под тематику этажа Снимать внутри я не стал, по понятным причинам, но побывать там рекомендую В центре зала, как это заведено местными традициями, базар Ну то есть идет распродажа чего-то, и в таких местах очень часто можно купить брендовую одежду с хорошей скидкой Даже выгоднее, чем в магазине того же бренда этажом выше На этаже номер один находится Токио И здесь вы сразу почувствуете разницу Все вокруг пестрит разными цветами, висят фонарики, повсюду красуются иероглифы, изображения цветов и причудливых персонажей Стоит статуя гейши Продают всего понемногу Есть магазины с техникой, бутики более локальных брендов, нижнее белье На этаже номер два мы попадаем в Лондон Который сразу же узнается по красным автобусам, телефонным будкам и Королевской гвардии Узкие улочки, стиль которых будет знаком каждому, кто хоть раз бывал в столице Великобритании Или смотрел фильмы с местным действием там Третий этаж переносит нас в Стамбул Тысячи мелких лампочек на потолке Изображение турецких танцоров в традиционных одеяниях Ассортимент соответствующий Тут подают безделушки, бижутерию, сумки, драгоценности и элементы декора Даже что за завал турецких не хватает возле бутиков На следующих двух этажах раскинулся Сан-Франциско Которые ни с чем нельзя перепутать по знаменитому мосту Золотые ворота и Фременному трамвайчику Сан-Франциско это гастрономический рай, где можно найти рестораны разных кухонь мира Отдельно столпом стоит Пир-21, к которому я вернусь позже Ну а на самом верху торгового центра находится Голливуд О чем недвусмысленно намекает одноименная надпись И огромный Оскар вдоль эскалатора На этом этаже разместился кинотеатр, ну и сопутствующая продукция Фильмы в любом кинотеатре показывают как на тайском, так и на английском языке Обедать я буду на фудкорте Пир-21, где кормят вкусно, дешево и разнообразно Сначала деньги нужно обменять на специальную карту, которой далее мы будем оплачивать наш пир Карта бесплатная, остаток средств по итогу возвращают Выбор блюд здесь умопомрачительный, начиная от спагетти в томатном соусе и стейков Заканчивая курицей с зеленым карри и жареным рисом с овощами На десерт фруктовые шейки, манго стики райс и другие более экзотичные варианты десертов Я заказал курицу с орешками кешью и остался доволен Порции не очень большие, но цены тут дешевле, чем макашницы, поэтому взять можно несколько разных блюд После торгового центра хочется сменить обстановку и погулять по улице Очень кстати, неподалеку находится неплохой парк Можно проехать одну остановку на БТС, но я считаю, что пройти пешком куда более привлекательная альтернатива Так как идти недалеко, а дорога пропитана духом мегаполиса Интенсивные движения на дороге, звуки проезжающего мимо транспорта Вырастающие до небес высотки, чьи формы ограничены лишь фантазии архитектора Уютные кафе и бары на первых этажах зданий Таксисты, качающиеся в гамаках Уличные торговцы Все это создает немного магический винегрет азиатского мегаполиса Который очень контрастирует с тем, что нас ожидает в самом парке Ну что ж, вот я и добрался до Бенчиси парка За него это у меня около 15 минут И сейчас самое время насладиться этим оазисом посреди каменных джунглей Парк был построен к 60-летию королевы Серикит И это отличное место, которое удовлетворяет потребности самых разных категорий людей Тут есть куча тренажеров Для любителей холяного спорта Множество причудливых статуй Живописные цветочные композиции Озеро в самом центре парка Место для катания на скейтбордах Баскетбольные и волейбольные площадки Детские игровые площадки Ну а некоторые просто приходят устраивать пикник на газоне Загорают и наслаждаются прекрасными видами Тут кстати есть даже бассейн Но из-за ограничений связанных с пандемией Он к сожалению был закрыт Плавать было дозволено только лишь черепашкам в озере Оставлю вас немного понаслаждаться красивыми видами парка После чего отправимся на нашу последнюю остановку Субтитры сделал DimaTorzok Если вы потерялись Сориентироваться на местности поможет эта карта Ну а чтобы в вечерних новостях не рассказали Про очередную жертву беспощадного тайского законодательства Есть также таблички с правилами поведения в парке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok